Христос воскрес! Христос воистину воскрес из мертвых! Друзья мои, братья и сестры, поздравляю всех как православный архиерей, православный реформатор, обновленец, поздравляю с продолжающейся церковной православной Пасхой, которая продолжается на протяжении 40 дней. Мы в традиции церковной, древней уже, полутора тысячелетней, мы вспоминаем о том, что Господь, воскреснув из мертвых, воскресший Иисус Христос, Он на протяжении 40 дней являлся Своим ученикам. Потому на протяжении 40 дней Святая Церковь воспевает Господа в храмах и во всех собраниях, служениях Христос воскрес из мертвых. И таким образом мы даже и здороваемся, приветствуемся такими словами, Христос воскрес, отвечаем воистину, воскрес, слава Богу! Да, друзья, и сегодня у нас особенный день. В календаре реформаторской православной церкви Христа Спасителя есть некоторые такие особенные даты, которые хочется особенно отметить и особенно о них вот поговорить. 12-е сегодня у нас апреля. В этом году оно выпало на библейском исчислении, 27-е число, месяца Ниссан. Месяц Ниссан завершается. Месяц Ниссан в Библии, или же он еще называется в Библии месяцем Авив, то есть весна, весенний месяц на самом деле. И месяц Авив, или Ниссан, он для нас, конечно, ну и для всех верующих, независимо от нашей национальности, культуры, для всех, чтущих Библию как Божье Слово, ассоциируется с чем? Ну, конечно же, с Пасхой, ассоциируется с пасхальными торжествами, потому что в полнолуние месяца этого Ниссан Бог совершил великое чудо, исход, совершился великий исход из царства тьмы, из Египта. Вывел он свой народ, всех евреев и неевреев, что всех, кто уверовал великого Бога Израилева, Бога Авраама, Исаака и Якова, Иегова, Бог великий, создатель всего мира, открывшийся Моисею, как пророку своему, с этим огромным таким посланием, повелением, как мы поем пасхально эту песню, да? Let's my people go, то есть отпусти мой народ, призыв Божий такой, и Пасха. Вот уже 3330 лет мы вспоминаем вот это событие. Да, в этом году, кстати, получилось 3330-летие, вот со дня нашего выхода из рабства, из Египта. Да, друзья, интересно, кстати, через три года будет такая, очень интересная такая дата. Это 3333 года будет. Интересно. И вот 3330 лет тому назад Бог совершил чудо в этом месяце Ниссан. И настолько это месяц Авиф, этот месяц Ниссан, настолько он значим для нас, что даже отчет месяцев, годы всего, по повелению самого Создателя, Бога нашего, это записано в Торе, в Писании, Священном Библии, отчет идет именно с этого месяца, с месяца Ниссан, с месяца Авиф. И это очень так вот знаменательно, потому что Бог хочет тем самым как бы утвердить памятование того, что Он есть Бог свободы, Бог освобождающий от цепей, освобождающий из рабства. Бог свободы и Бог свободных людей. Слава Богу, друзья мои. Так вот, и почему я вот упомянул 27-ю Ниссан? Когда после трагедии Холокоста, или мы еще называем это Шоа, трагедии этой, знаете ли, времен Второй мировой войны, эта трагедия, унесшая, мы вспоминаем, 6 миллионов евреев, которые были убиты немецкими фашистами и их пособниками. С разных народов. И знаете, друзья, величайшая трагедия, величайшая тьма, вот времен Второй мировой войны, она оказалась такой тьмой, сгустившейся, страшной тьмой, перед великим рассветом, рассветом надежды, рассветом свободы. Потому что после окончания этой трагедии, этой тьмы, наступил рассвет для всего человечества. Во исполнении библейских пророчеств вновь возродилось, как феникс из пепла просто, еврейское государство. Это было в 1948 году, одно из важнейших геополитических чудес тысячелетия. И 100% важнейшее геополитическое чудо 20-го столетия. И возрождение Израиля, кстати, совершенное руками чаще всего людей далеких от веры, нерелигиозных людей, от этого это чудо еще более чудесным становится, знаете ли, для нас верующих. Удивительное чудо. Вот, но в 67-м году, чуть позже, да, 51 год тому назад, свершилось еще одно чудо геополитическое, библейское великое чудо, которое, знаете ли, вот до сих пор нами вот осмысливается, и, знаете ли, с каждым годом на протяжении этих 50 лет сердца верующих преисполняется все больше и больше благодарностью и хвалой Господу. Иерусалим снова стал столицей еврейского государства. Вот эти два чудо геополитических 20-го столетия. Первое, по значимости, это, безусловно, это возрождение Израиля, как еврейского государства в 1948 году, а затем в 1967 году Иерусалим, когда стал вновь столицей еврейского государства, еврейская столица еврейского государства, это уму непостижимо человеческому, это на самом деле только лишь, ну, Божьим промыслом и Божьей мудростью можно осмыслить эти великие чудеса 20-го столетия. Друзья мои, дамы и господа, кстати, на протяжении этих 50 лет никто из стран, государств мировых не решался признать Иерусалим столицей Израиля. И хотя многие обещали, вот в частности, по-моему, Рональд Рейган еще, этот великий муж Божий, который, ну, на самом деле, кому по праву принадлежит победа над коммунизмом, знаете ли, этот человек Божий, он тоже обещал, действительно, по-моему, он обещал, да, как раз Иерусалим признать столицей, но, знаете ли, духу не хватило. А может, просто время еще не пришло тогда, на самом деле, для этого чуда. Но в конце прошлого года Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, совершил это чудо, слава Богу, совершил это признание, и посольство США, лидера свободного мира, переезжает, значит, в город Иерусалим. Это очень знаковое событие, это очень великое событие, одно из тоже геополитических великих чудес уже нашего времени, начало 21-го столетия. Да, друзья, и вот эти чудеса, возрождение Израиля, как государства еврейского, и возрождение Иерусалима, как столицы Израиля, это действительно Божьи чудеса, которые Он совершает нашими руками, сегодня, сейчас, знаете ли, потому что Господь Бог жив, и Он, что во времена Моисея, что в наши дни, Он тот же самый. Слава Господу! И вот после окончания Второй мировой войны, когда Израиль вновь, как государство, был возрожден, Израиль, евреи, возвратившиеся к истокам, возвратившиеся в свою землю, как вот, знаете ли, в той песне поется, да, которая стала гимном Израиля, гимном еврейского государства на протяжении всех этих лет. Там... По-русски мы поем ее в переводе в таком. В сердце не угаснет священный огонь, Будет стремиться еврейская душа, Будет стремиться к востоку на Сион, В землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь, Мы две тысячи лет ее храним, Будем снова народом и свободным На Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом и свободным На Сионе, в Иерусалиме. И действительно, сердца еврейские устремились на Сион, Устремились в Иерусалим, Устремились в Эрец Израиль, Землю Израиля, Землю, данную Богом самим всемогущим. И это великое чудо. И вот, возвратившиеся евреи, Возвращающиеся евреи, Много, конечно же, говорили о том, Что необходимо увековечить память Жертв трагедии, Шоа, Жертв Фолокоста. И, знаете ли, Бен-Гурион, Другие вот те вот мужи, Отцы Израиля, Будем договорить, И жены, Обсуждали этот вопрос. И, знаете ли, в конце концов, Понимание такое, Действительно, понимание, Оно созрело, Так вот, в народе, В правительстве Израиля, В Кнессете, Что необходимо эту дату, Как бы, вот, День памяти, Приурочить к моменту, Именно к событию Варшавского восстания. Потому что, Не просто почтить жертв трагедии, Заявить еще о героизме Еврейского народа. Не только народ-жертва, Но народ-герой. Выстоявший, Выдержавший, Выживший. И народ, Действительно, порой, Отчаянно сопротивляющийся Противнику. И, Ну, так как восстание варшавское, Оно было связано, Хоро, с праздником Песах, Значит, С Пасхой Господней, Но как-то не очень, Ну, не гоже в праздник, Вот, как бы, Траур, Знаете ли, И сирену, И прочие все мероприятия проводить. Знаете ли, Поэтому было решено, Значит, Не на сам Песах, А позже, Уже, Ну, получается, Через неделю, Да, значит, После праздника Песаха. Значит, 27-го числа. Вот. И, Ну, конечно, Если 27-е, Ниссана вот в сегодняшний день, Если, допустим, Он в какие-то годы попадает там на Шаббат, То, Ну, принято пораньше, 26-го Ниссана проводить. А если попадает на воскресенье, То принято там 28-го числа уже Ниссана проводить, Значит, Сами эти мероприятия, Включается сирена. Наверное, Я думаю, Многие из вас это видели, Слышали уже. Даже те, Кто в Израиле ни разу не был. Я был один раз, Давно это было, Как турист был еще. Мечтаю вновь побыть на Святой Земле. Но, Вот, Я смотрел записи вот тех, Которые И сегодня были сняты, Значит, Утром, В 10 утра, Значит, И В прошлые годы, Которые снимались, Трансляции, Я подключал трансляцию сегодня так же, Думаю, Многие из вас тоже это делали, А кто не делал, То посмотрите трансляции, Записи этих трансляций, Не пожалейте, Вы действительно переживете вот это вот, С одной стороны и скорбь, С другой стороны и гордость За народ Божий, Эту благодарность Богу всемогущему За то, Что Это потрясающие песни, Потрясающие исповедания, Я думаю, Вот как раз многие из нас Слышат вот звон, Ну, Как бы вот этот призыв, Призыв сирены, Знаете ли, Минута, Вот, Которая, Как бы, Когда весь Израиль останавливается, И не только Израиль, И мы тоже, Значит, Останавливаем свою работу За пределами Израиля Тоже стараемся Слушать этот звон сирены, Как бы призыв этот, Значит, Вот, И, значит, Умолкаем на эту минуту И чтим память жертв И, И, Тех героев, Что действительно дали Сопротивление противнику Героизм европейского еврейства Поминаем, И, Знаете, И молимся, Конечно, Молимся, Дамы и господа, Братья и сестры, Молимся за Израиль, Молимся за Иерусалим, Столицу еврейского государства, Молимся и благоставляем. Слава Господу! И, Знаете ли, Сегодня Это пасхальная неделя В традиции православной Из-за, опять-таки, Антисемитизма, Из-за этих вот проблем Уже многовековых, Полутора тысячелетних проблем Наша церковная Православная Пасха, Она уже совершается Всегда позже После Господней Божьей Пасхи, Знаете ли, Библейской Пасхи, Из-за Таких многовековых проблем Антисемитизма, Еще с Константиновых времен Это безобразие продолжается, Но Я верю, Что уже в наше время Эти проблемы будут решены, Молимся об этом, Я как архиерей, Православный архиепископ, Молюсь, конечно, О том, Чтобы Не только На уровне Вот отдельных Юрисдикций, Как вот в нашей, Допустим, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Нашей Киевской Архиепископии, Но и вообще Во всех Православных Юрисдикциях И канонических Больших, Признанных И неканонических И второканонических Разных Старого обряда, Нового обряда И разных Восточных Мистических Разных Православных Направлений Чтобы Действительно Вот этот Процесс Он Набрал Большие Такие Обороты И будем Договорить Возвращение К библейским Корням Основам Веры Нашей Библейской Евангельской Еврейской Нашей Веры К основанию Знаете ли Друзья Это очень Важное Движение Оно Межконфессионально Оно Не Динаминационно Оно Совершается Сегодня Конечно В огромнейшей Силе Совершается В протестантском Мире Сегодня Особенно Англоязычном Совершается В огромнейшей Силе В католическом Мире Знаете ли В некоторых Регионах Странах Это набрало Сегодня Огромную Такую Большую Силу В православной Церкви В целом Православие Как вот В одной из ветвей Такого Многоветвистого Древа Христианства Это совершается Довольно Еще более Чем скромно К сожалению Но хотя В некоторых Вот в румынской Церкви Насколько я знаю В Финляндии Православной Церкви В Греческо-Вселенском Патриархате В Антиохийском Патриархате Значит Есть процессы Такие В коптских Церквях Древле Православных Как мы называем Значит Есть процесс Все-таки Возвращения К этим корням К основам Веры Даже в Грузинской Церкви Православной Также Я общался С православными Священнослужителями Значит В частности С митрополитом Христофором Целомоидзе Который Во многом Поддержал Вот именно Этот процесс И благословил меня Значит Знаете ли По-братски Так вот Действительно Как вот Старший И по Значит Он митрополит Знаете ли Он старейший Митрополит На Кавказе Вообще И в Грузии В частности И знаете ли Его благословение Для меня Было очень значимым И его мудрые слова Касательно Именно возвращения Церкви К корням К истокам Библейской веры Евангельской веры К еврейским корням Для меня Это было очень Ну значимым Благословением Слава Богу И Дамы и господа Братья и сестры И С 51 года Продолжается Вот это вот Чествование Вот именно Вспоминание С одной стороны Жертв Холокоста С другой стороны Чествование Героев Сопротивления Еврейского И Варшавского восстания В частности Да друзья Кстати в Польше Варшаве был На том месте Где Было гетто Был возле Мемориала Ну это было Давно Да и И Сегодня Скажу Что да Мы зажигаем Шесть свечей Ну по такой уже Сложившейся традиции Определенной С самого 1951 года Продолжающейся традиции Шесть свечей В знак Шести миллионов Евреев Убитых Немецкими фашистами И Их приспешниками И пособниками С разных Народов Увы Это было Действительно Значит Страшным Временем И Молимся Чтобы никогда Больше Подобное Не совершалось Чтобы никогда Больше Не повторились Ужасы Холокоста Или же Шоа Как мы говорим Молимся Сегодня Благоставляя Израиль Благоставляя Иерусалим Благоставляя Еврейский народ В писании Говорится Благоставляющий Тебя Благоставлен Проклинающий Тебя Проклят Это очень важное Послание Дамы и господа Братья и сестры Очень важно Потому что Чтобы Действительно Уразуметь Почему Такие Порой страшные Проклятия На народах Наших Народах Разных Народов Планеты Надо Будем так Говорить Духовную Вот эту Подоплеку Увидеть Духовную Составляющую Увидеть Вот без этого Будет у нас По-прежнему Больше вопросов Нежели ответов Ответы дает Слово Божье Библия святая Дает нам ответы На многие вопросы Бытия нашего И поэтому Чтобы Чтобы не быть Проклятыми Нужно Во-первых Прекратить Практику Проклятия В адрес Еврейского Народа В адрес Народа Божьего В адрес Израиля В адрес Иерусалима Всякого Рода Антисемитизм Это проклятие Это хроническое Заболевание Христианской Церкви Многовековое Заболевание Еще во втором Третьем Столетиях Да-да Я не оговорился Еще в те Далекие Времена Когда наших С вами братьев И сестер Бросали Потехи Ради Римские Палачи На ренах Колизея И других Амфитеатров На растерзание Львам Или на сожжение Или на другое Уничтожение Даже в те времена Уже К сожалению Вот эта вот Ехидна Вот эта вот Змеюка Антисемитизма Уже проклевывалась Знаете ли Вылупливалась Значит И это было страшно Очень конечно Страшные симптомы Будущего Огромного Заболевания А потом При Константине Великом Все это нечестие Оно пышным цветом Бурьяна Разросся На огороде Царства Божьего На огороде Церкви Божьей К сожалению Увы 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 И историческое христианство В общем-то На протяжении Многих столетий Особенно В период Великой Деформации Великой Деградации Мирового христианства Знаете ли Заявляло о себе Как Об Очень страшной Антисемитской силе И это Общение с бесами Христианство Пронесло Несчастливые Страдания Не говоря уже О гонимых Евреях Знаете ли Это Действительно Страшно Зло Это Антисемитизма Уничтожает Знаете ли В первую очередь Самого Злодея Разъедая его Изнутри И Христианство Знаете ли Пять столетий Назад Слава Богу По милости Господней Вступило в эпоху Великой Реформации То есть восстановление Покаяние Исправление Работа над ошибками Не все так было гладко И даже Отцы Основатели Вот протестантизма Вы Выйдя из Такой Религиозной Мафиозной Коррумпированной Структуры Тогдашнего Католицизма Знаете ли Во многом Пуповину Не перерезали Греха И Пуповину Там И педобаптизма И И цезарепапизма И в том числе Антисметизма И многие другие Проклятий Дамы и господа Чего греха таить Значит Все это было На самом деле Но они сделали Шаг веры Шаг вперед Ну порой Два шага назад Но все таки Было положено Начало Процессу Возвращения К основам Корням К евангельским Библейским Корням И в том числе И еврейским Корням нашей веры И вот на протяжении Пяти столетий Поэтапно Постепенно Во время этой эпохи Великой реформации Восстановление Церкви Божьей Происходили и происходят И будут происходить Еще Великие чудеса Божьи Слава Иисусу Христу Господу Спасителю нашему И мне как Православному реформатору Об этом отрадно Говорить и молиться Я молюсь Реформация Как в нашей Ветве Христианства В таком Многоветвистом Древе Христианства Православие Занимает Довольно Значительную роль Хотя Ну конечно Более скромную По сравнению Допустим С католицизмом Или с протестантизмом Но Однако же Так же Немаловажную И очень древнюю И огромную роль Занимает Духовную Мистическую роль Занимает Я убежден Что именно Реформация Восточных церков Православных И канонических Неканонических Там второканонических Старого обряда Нового обряда Разных Мистических Разных Восточных течениях Православных Оно принесет Великое благословение Для всего тела Христова И для наших Братьев-католиков И для наших Братьев-протестантов Принесет Реформация Православия Огромнейшее благословение Я уже вижу Некоторые плоды Этого благословения Слава Богу И то ли еще будет И сегодня Конечно Паки-паки Как говорится Снова и снова Благоставляю Израиль Благоставляю Иерусалим В завершение Этого дня Вот 27 Ниссана Благоставляю Всех вас Возлюбленные Братья и сестры И говорю Никогда больше Молимся Благоставляем Израиль Благоставляем Иерусалим Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое На тебя И даст тебе И даст тебе Светлым лицом Иерусалим 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 Благодарю вам Благодарю тебя Господь Боже И за эту программу Благодарю тебя За всех Слушателей Зрителей Благоставляю всех Во имя Твое Господь Во имя Христа И пусть Та Всякая Вражда Которая Была убита На кресте Господнем Она прекратится В наше время Во имя Иисуса Христа Пусть Господь Мир Народом Придет Господь И процветание И благословение Во имя Иисуса Христос Воскрес Из Мертвых Смертью Смерть Поправ Исущим Во гробах Жизнь Даровав Христос Воскрес Из Мертвых Смертью Смерть Поправ И Всем Мертвецам Жизнь Даровав Христос Воскрес Воскрес Мертвых Смертью Смерть Поправ И Всем Нам Жизнь Даровав Христос Воскрес Христос Воистину Воскрес Христос 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 Христос